Как не заблудиться в правовом поле и найти выход из сложной ситуации? Разобраться хитросплетения законов, указов и постановлений? Куда обращаться, если ваши права нарушены? Об этом наша программа «Путеводитель в мире юриспруденции». В эфире «Ваше право» и я, Дарья Анфиногенова. Здравствуйте! Более 140 миллионов задолжали вологодские предприниматели своим работникам. Это цифры областной прокуратуры. Что делать, если работодатель кормит только обещаниями? Ответ на этот и многие другие вопросы сегодня в выпуске. Мы продолжаем изучать Трудовой кодекс. Начнем с норм, регламентирующих продолжительность рабочего времени. Сколько работодатель может вас задерживать на работе? Чем ненормированный рабочий день отличается от гибкого графика? Какие перерывы положены сотрудникам по закону? Расскажем далее. Нормальная продолжительность рабочей недели – максимум 40 часов, рабочего дня – 8 часов. Меньше трудиться должны женщины, работающие в сельской местности, несовершеннолетние, инвалиды первой и второй группы, граждане, работающие во вредных или опасных условиях труда. При необходимости допускается введение суммированного учета рабочего времени. То есть, учет может вестись не за неделю, а за месяц или квартал, например. В предпраздничные дни смена короче – на один час. Если уменьшение продолжительности работы невозможно, то переработка компенсируется предоставлением сотруднику дополнительного времени отдыха. Также возможен вариант компенсации оплаты, как при сверхурочной работе. А сверхурочная работа, в свою очередь, оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, далее не менее чем в двойном. По желанию работника можно заменить повышенную оплату дополнительным временем отдыха, не менее времени отработанного сверхурочно. В течение двух дней подряд переработка может составить максимум 4 часа и 120 часов в год. Может быть установлен неполный рабочий день или неполная неделя. Обязан работодатель ввести такую норму по просьбе беременной женщины, лица, который ухаживает за больным членом семьи, одного из родителей ребенка младше 14 лет или ребенка-инвалида младше 18 лет. Такой труд оплачивается пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ. Есть еще понятие ненормированного рабочего дня. Это когда работники по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически могут привлекаться к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. А при гибком графике начало трудового дня и его окончания могут смещаться. При этом общая продолжительность рабочего времени фиксированная. В рабочее время не включается перерыв для отдыха и питания, который работодатель предоставить обязан. Продолжительность обеда не более двух часов и не менее 30 минут. Если невозможно предоставить полноценный перерыв, то работодатель должен обеспечить работнику отдых в рабочее время. Правилами внутреннего распорядка могут быть предусмотрены специальные технологические перерывы. Тем, кто работает в холодное время года на открытом воздухе или в необогреваемых помещениях, предоставляются специальные перерывы для обогрева и отдыха. Мамам с детьми до полутора лет предоставляются перерывы для кормления ребенка. Они менее получатся не реже, чем через каждые три часа. Также их можно добавить к времени на обед, либо перенести на начало или конец рабочего дня. Перерывы на кормление ребенка включаются в рабочее время. При ненормированном рабочем дне работникам гарантируется минимум три дня плюсом к отпуску. Также дополнительное время отдыха работодатель обязан предоставить сотрудникам, занятым на вредном производстве, трудящимся на Крайнем Севере. Вообще же, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять минимум 28 дней. Можно ли заменить отдых денежной компенсацией? Расскажем в рубрике «Правовой ликбез». Кроме того, разговор коснется вопросов зарплаты, больничных и гарантиях для беременных женщин и молодых мам. Все это в интервью с Игорем Доценко, начальником Департамента труда и занятости населения области. Здравствуйте, Игорь Петрович. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем наш разговор про Трудовой кодекс. И первая тема – это отпуска. Что включается, что не включается в стаж, от которого зависит время отпуска. И через какое время работнику предоставляется отпуск? Стаж работы, дающий право на ежегодно оплачиваемый отпуск, включается. Во-первых, время фактической работы, отработанной гражданином. Время, когда работник не работал, но за ним сохранялось место работы. Время вынужденного прогула. Период, когда гражданин был отстранен от работы по медицинскому, не прошедший медицинский осмотр, но не по своей вине. Время, предоставляемое по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, но не превышающее 14 дней в течение одного календарного года. Что не включается в стаж работы? Время отсутствия работника без уважительных причин по всем формам. Время отпусков по уходу за ребенком до достижения ему установленного законом возраста. И право на использование отпуска за первый год работы у работника возникает по стечении 6 месяцев с момента начала работы. Впрочем, работодатель вправе по соглашению сторон предоставлять оплачиваемый отпуск работнику раньше. Могут ли работнику не предоставить отпуск в текущем году? Да, бывают случаи, когда предоставление отпуску работника может повлиять на ход производственного процесса. Такие ситуации бывают. В таком случае допускается согласие работника переноса отпуска на следующий календарный год. Но при этом нужно отметить, что данный отпуск должен быть обязательно использован не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за которым он предоставлялся. Можно ли вообще отпуск заменить денежной компенсацией? В соответствии с трудовым кодексом, часть ежегодного отпуска может быть заменена денежной компенсацией. По письменному заявлению работника никогда не допускается замена отпуска денежной компенсацией. Это, во-первых, отпуск беременным женщинам работникам в возрасте до 18 лет. И также ежедневодный дополнительный отпуск работникам, занятых на работе во вредных или опасных условиях. За исключением выпадала денежная компенсация за отпуск при увольнении работника. А как вообще оплачивается отпуск? Средний дневной заработок для оплаты отпусков исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 или на 29,4. Это среднемесячное число календарных дней. Затем полученный отпуск, полученный результат умножается на количество дней отпуска. Оплата отпуска должна производиться не позднее, чем за 3 дня до его начала. Продолжая разговор про деньги, в каких случаях возможно удержание зарплаты и какой возможный размер? Какие это случаи? Во-первых, это возмещение неотработанного аванса, выданному работнику в счет заработной платы. Это для погашения неизрасходанного или своевременно невозвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой. Это для возврата сумм излишне выплаченных работников вследствие счетных ошибок. При увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодно оплачиваемый отпуск и, соответственно, за неотработанные дни отпуска. Есть общее правило о том, что общий размер удержания при каждой выплате заработной платы не может превышать 20%. В отдельных случаях предусмотренным законодательством не более 50%. Но существуют особые случаи, размер удержания может доходить до 70%. А могут ли у работника удержать сумму и зарплаты как штраф? В Кодексе Российской Федерации определен четкий перечень дисциплинарных взысканий, которым может быть подвергнут работник. К ним относятся замечания, выговор, увольнение по соответствующим причинам. Значит, федеральными законами и положениями дисциплины для отдельной категории работников могут быть предусмотрены и другие формы взысканий. Ни в одном федеральном нормативном акте такое понятие, как штраф, не существует. Какую ответственность несет работодатель за невыплату зарплаты? Что в таком случае вообще может сделать работник? У нас существует административная ответственность. Это нормы Кодекса об административных правонарушениях. Штраф на должностные лица в размере от 1 до 5 тысяч рублей. На лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 1 до 5 тысяч рублей. Или административное приостановление деятельности организации предприятия на срок до 90 суток. На юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей. Или административное приостановление деятельности также на срок до 90 суток. Кроме этого, существует уголовная ответственность. Это статья 145 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Значит, возникает она в том случае, если у организации имеются денежные средства и невыплата обусловлена корыстью или иной личной заинтересованностью руководителя организации. Значит, частичная неуплата свыше 3 месяцев заработной платы – это штраф до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного на период до 1 года. Либо решение права занимать определенные должности на срок тоже до 1 года. Либо принудительные работы на срок до 2 лет. Либо лишение свободы на срок до 1 года. Полная невыплата заработной платы свыше 2 месяцев – это штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного на период до 3 лет. Либо принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности так же на срок до 3 лет. либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права предзанимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. И хочу еще сказать, что помимо уголовной существует еще и административная и материальная ответственность, это уже нормы Трудового кодекса. При нарушении работодателями установленного срока выплаты заработной платы, работодатель обязан выплатить ее с уплатой процентов размера не ниже 1,03, действующей в это время ставкой для финансирования Центрального банка Российской Федерации. От невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты, день фактического расчета включительно. Что делать в таком случае? В случае задержки заработной платы более чем на 15 дней, работник имеет право, извести работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Ну и естественно обратиться в соответствующие органы, это Государственная инспекция труда и прокуратура Российской Федерации. Предлагаю перейти к разговору про гарантии компенсации. Что говорится в кодексе про больничные? Как рассчитывается оплата времени, когда работник временно нетрудоспособен? При временной нетрудоспособности работодатель оплачивает работнику пособие по временной нетрудоспособности так называемый больничный лист в соответствии с федеральным законодательством. Норма регламентирована 255-м федеральным законом о обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством. Пособие по нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы. Это пособие выплачивается застрахованному лицу на весь период временной нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности или восстановления инвалидности. Как рассчитывается пособие? Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в зависимости от стажа. В 8 и более лет 100% среднего заработка, от 5 до 8 лет 80% среднего заработка, до 5 лет 60% среднего заработка. Что касается больничного листа по уходу за ребенком. Он выплачивается при амбулаторном лечении ребенка за первые 10 календарных дней в размере зависимого от продолжительности страхового стажа, о чем мы выше говорили, за последующие дни в размере 50% от среднего заработка. При стационарном лечении ребенка в размере зависимого от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. Вот если работник получил заболевание, и его в связи с этим переводят на более низкооплачиваемую работу, Что ему гарантируется? В соответствии с трудовым кодексом перевод работника, нуждающегося на изменение условий труда в соответствии с медицинским заключением, который выдан в соответствии установленном порядке в федеральными законами или иными нормативными актами, за данным работником сохраняется средний заработок по прежней работе в течение одного месяца дня перевода. Ну а если перевод связан с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, до установления стойкой утраты профессиональной нетрудоспособности, либо до выздоровления работника. При повреждении здоровья вследствие несчастного случая на производстве, либо профессионального заболевания, работнику возмещает свой утраченный заработок доход, а также связанный с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Что говорит закон о труде беременных женщин и женщин с детьми до полутора лет? При прохождении обязательного медицинского диспансерного обследования. Существует запрет на командировки, привлечение сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные или нерабочие праздничные дни. Существует запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной, за исключением случаев ликвидации организации, либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателям. Существует гарантия предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска перед отпуском по беременности и родам, или непосредственно после него, либо по окончанию отпуска по уходу за ребенком, женщины по ее желанию, вне зависимости от стажа работы у данного работодателя. Что касается беременных женщин до полутора лет? Мы уже говорили о том, что им должны предоставляться дополнительные перерывы до кормления детей. Кроме того, командировки, сверхурочная работа, работа в ночное время, выходные и праздничные дни по письменному согласию с медицинским разрешением. При невозможности выполнения прежней работы, такие случаи тоже у нас бывают, данные женщины переводятся на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до достижения ребенка возраста полутора лет. Какой отпуск положен беременным женщинам и как оплачивается такой отпуск? Беременности и родом на основании листка нетрудоспособности. Расчет следующий. 70 дней это для беременности, 84 для многоплодовой беременности. Календарные дни до рода и 70. Если рода носит осложненный характер, то 86. При рождении двух и более детей 110 дней. Календарные дни после родов с выплатой пособи по беременности и родам в размере 100% среднего заработка. Если у беременной женщины страховой стаж менее 6 месяцев, то пособие выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц минимального размера оплаты труда. До скольких лет ребенка можно брать отпуск по уходу за ним и кто вообще может брать такой отпуск? По общему правилу может предоставиться до достижения ребенком трех лет. Что касается кто может брать отпуск, тоже много возникает вопросов. Кроме матери этот отпуск в соответствии с трудовым кодексом могут брать отец ребенка, бабушка, дедушка или другие родственники или опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком. При этом они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по социальному государственному страхованию. Общее правило, что на период отпуска по уходу за ребенком заработникам сохраняется место работы или должность. Общий отпуск по уходу за ребенком засчитывается в общий стаж и непрерывный трудовой стаж, а также стаж работы по специальности. За исключением случаев досрочного назначения трудовой пенсии по старости. Что касается видов ежемесячных пособий по уходу за ребенком, со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком и до достижения ребенком полутора лет в размере 40% среднего заработка, данный вид пособия выплачивается по месту работы. С полутора лет до трех лет в размере установленного нормативно-правоматного субъекта Российской Федерации. На этом, думаю, на сегодня наш разговор завершил. Спасибо вам большое, Игорь Петрович. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго. В следующей программе мы продолжим разбирать трудовой кодекс. Не пропустите. А пока предлагаю перейти к рубрике «Вопрос прокурору». Обязан ли я иметь при себе паспорт и в каких случаях сотрудники полиции вправе потребовать предъявить его? И можно ли предъявлять какой-либо другой документ? Согласно действующего законодательства, вы не обязаны иметь при себе паспорт и, соответственно, никакой ответственности быть привлечены за отсутствие его вы не можете. Вместе с тем, вы должны понимать, что за отсутствие паспорта в данном случае вам может грозить быть административное задержание, взяв установление личности на срок до трех часов. Полиция имеет право проверить удостоверение личности в следующих случаях. Это если имеется основание подозревать гражданина в совершении какого-либо преступления. Имеется основание подозревать гражданина, что он находится в розыске. И также имеется основание для составления в отношении данного гражданина дела об административном правонарушении. Но также если имеется основание для задержания в случаях, предусмотренных иным федеральным законодательством. В качестве документов, удостоверяющих личность, помимо паспорта гражданин РФ вправе предъявить временное удостоверение личности гражданина РФ, военный билет, свидетельство органов ЗАГС, рождение гражданина, это для граждан РФ, не достигших возраста 14 лет. Но также это иные документы, в соответствии с действующим законодательством, признанными документами, удостоверяющими личность, это, к примеру, водительского удостоверения или служебного удостоверения. Субтитры создавал DimaTorzok